Институт квартальных специалистов по административной практике работает в Новоуральске с конца прошлого года. Город условно поделен на семь районов, в каждом из которых прикреплен свой специалист. Сегодня мы начинаем знакомить наших телезрителей с квартальными. И первым квартальным стала Анна Усынина. Узнаем, в каком районе она работает, чем занимается и как с ним можно связаться. Уважаемые телезрители, Новоуральская вещательная компания, жители Паркова района. Представляем вам вашего специалиста по административной практике, который работает в вашем районе. Анна Усынина. Анна, добрый день. Добрый день. Немножко расскажите, пожалуйста, про границы района, на котором вы работаете и чем вы здесь занимаетесь. Границы моего района получается улица Тегинсова от детской поликлиники до улицы Льва Толстого, Четные дома. Плюс зеленый поселок и микрорайон 15. Вот мои границы. То есть это идет обследование территории, не только по жалобам жителей данной территории. Сами ходим, обследуем на предмет выявления нарушений. В данном случае по очистке снега, по очистке крыш домов от снега и наледи по несанкционированным свалкам, которые устраивают сами же жители. Все нарушения фиксируем, выносим предписания управляющим компаниям, проверяем выполнение работы и выносим уже на комиссию административную, если есть нарушения, то есть их не устранили. Мы выехали вместе с Анной Усыниной на обследование одного из дворов под ведомственной ей территории. Это спортивная 10. Жители этого дома обратились к вам, к квартальному. Вы в этом районе квартальный. Что с какой жалобой? То есть изначально жители обращаются все-таки в свою управляющую компанию. Они должны сначала. Да, должны сначала обращаться в свою управляющую компанию, которая закреплена именно за своим домом. Свою управляющую компанию вы можете найти в квитке квитанции, которая приходит вам по ЖКХ. По оплате услуг. Там написано, кто обслуживает ваш дом. Вы обращаетесь в эту управляющую компанию. И если на ваше обращение не поступило, не реагируют, то вы уже звоните нам. Мы выезжаем на место территориально и фиксируем нарушения. В данном случае мы видим, что очистка проезда не произведена от снега и гололедных образований. Да, тут вообще узко. На самом деле сейчас с трудом на легковом автомобиле проехать. Да, тем более вообще улица спортивная у нас старая улица. То есть дворы очень узкие. И мы выезжаем на место, фиксируем нарушение. Это фотофиксация идет с привязкой к адресу. Что именно действительно на этом адресе находится нарушение. И выписываем предписание управляющей компании, которая должна произвести очистку. Как происходит тогда контроль? Вот вы выписали предписание, написали, отвезли туда сами. В получении предписания они ставят дату, когда они получили данное предписание. И в течение трех дней они должны совершить уборку территории данной. Получается через три дня вы снова выезжаете на этот же адрес и смотрите. Да, и смотрим, проверяем. То есть выполнили предписание, либо же нет. Хорошо, если не выполнили. Если не выполнили, значит мы делаем в административную комиссию, составляем акт о том, что данное предписание не было. И уже административная комиссия выносит наказание данной организации. То есть штрафуем, потому что по-другому никак. Получается, что сейчас очень много говорят, вот обратились к квартальным, выписали, не выписали вашу работу, может быть тонкости не знают. Ничего не происходит. То есть самое главное, что вы это фиксируете, получается, что вы выписываете, доносите. И это уже работая. Да, папка, вот сейчас надо будет предписание отвезти как раз таки в управляющую компанию. То есть каждый день вот такая папка поступает во все управляющие компании. Эти штрафы, они должны будут оплатить в случае. Да, работу мы свою выполняем по закону. Телефон обращения к квартальным вы видите на своих экранах. Нужно отметить, что квартальные работают на придомовой территории. Что касается проблем внутри дома, к примеру, шумные соседи, крысы в подвале, неубранные подъезды. Эти вопросы не в компетенции квартальных. Наша это территория, именно благоустройство территории вокруг многоквартирного дома. Также занимаемся очисткой крыш от снега. Давай крышу. Воевременная очистка, то есть видим, да, что, ну вот допустим, вон там, где ходят люди, то есть это опасность. Также фиксируем, предписание выносим, чтобы очистили крышу от снега и сосули. Хорошо, ну вот пачка, я понимаю, ну примерно в день, вот сколько выходит? Вы работаете уже, все равно есть какая-то цифра в среднем? В среднем, ну от 30 до 60, то есть в день. Да, да. Ну потому что это у нас огромный город, каждый специалист по своему району, да, отрабатывает свой район. И действительно проблемы со снегом, это у нас прям крик души у жителей нашего города. В основном сейчас это очистка от снега, да, в основном, первоочередная, да, у нас задача очистка от снега. Находясь на улице Спортивной, мы встретились с жителями. У всех свои жалобы, но как правило, да, сейчас они касаются плохо очищенных дворов. Они как забуксуют, мы опять на своих маленьких машинах кое-как пролазим. О, как здесь, да, мы проехали тоже. Вот. Было сказано, что 2 сантиметра и надо чистить. Ну, я говорю, свою работу мы выполняем, то есть предписание вынесено. А тут 20 сантиметров бодюр и выше бодюра тут, а если сейчас тепло будет, совсем каша будет. Иногда случается непонимание между жителями и квартальными, мол, если обратились к ним, то все должно быть почищено здесь и сиюминутно. Еще раз, задача квартальных – обнаружить нарушение, сообщить о нем, выписать предписание в случае неисполнения правил благоустройства и контролировать устранение этого нарушения. А устранением, в частности уборкой дворов от снега, должны заниматься управляющие компании. Итак, нарушения зафиксированы, предписания выписаны, они отправляются в управляющую компанию. Надо отметить, что звонить квартальным лучше всего в утренние часы. После 10 часов утра, как правило, квартальная находится на своих территориях и дозвониться до них становится проблематично. Работа у них не офисная, практически весь рабочий день они занимаются обследованием своих закрепленных территорий. Специалисты по административной практике, квартальная, как мы их привыкли называть, еще раз напоминают о том, что сначала со своей проблемой нужно обращаться в свою управляющую компанию, в компанию, которая относится в ваш дом. И только при наличии бездействия со стороны управляющей компании, при вашем обращении, нужно уже обращаться к квартальным. Тогда они будут принимать свои меры. Альбина Евсеева, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.